Тянь, тянь, эй, пацарат, все хорошее, я думаю, хорошее, а игрушек с этой стороны просто нет. Вы как-то елку украшивали? А тогда немножко повернем, да, повернем елку. Логично поступаю. Как говорится, экономим. Готово. Что-то я как будто ниже тебя, да? Только ты ее не жми. Я как будто твоя племянница, а не ты моя. Может, мне подушку подложить? Нет, ты моя боджи. Сейчас Твикс залезет на елку. Будет сейчас шок. Контент. Хотя с подушками нам неудобно будет, да? Наоборот, как удобно. Ну что, на заднем плане чуть-чуть, если видно будет камена, будет достаточно. Админ, а ты как села? Как хочу. Ну, мы убери. Да я совсем маленькая, получается. Ты же моя дочка. Все. Все, между нами камин. Я буду стоять так ровно. Раз, два, три. Маме-маму. Раз, два, три. Дубль первый. Здесь, кстати, много дублей нету. Мы все съедим. Потом как второе? Это с первого дубля надо снимать. Всем привет, мои хорошие. Рада приветствовать вас на моем канале. Как вы просили, наконец-то у меня в гостях на моем канале Альбиночка. Альбина, скажи всем привет. Всем привет. Сегодня у нас новогодний стол. Дай оттуда вилку, пожалуйста. По многочисленным просьбам. В прошлый раз Альбиночка была за кадром. И многие просили засунуть тебя в кадр. Поэтому теперь мы снимаем для вас предновогодний мук-банк. Микрофон рекололатный, Гнасимик. Здесь у нас очень много всего интересного. Особенно мне интересно попробовать вот эту закуску. Правда, немножко сдали получилось, потому что весь стол не помещался. Пришлось просто так. Нам еще тут идейку подал мой племянник. Говорит, можно здесь организовать камин. Мы с горем пополам с Альбиной в эту ёлку перетащили сюда. Рассказывай, Альбиночка, как прошел твой год? Как и все. Я, честно, не вижу разницы между первым и тринадцати. Мне тут суфлер помогает. Он пытается украсть оливочку. Давай мы тоже дадим. Твиксик, на. Нет, этот год был плохой. Потому что, может, умерла бабушка. Хотя бы... Для Альбины про бабушку. Да, для Альбины про бабушку. Для меня бабушка. И ты не купил еще одну из квартир. Зато я машину купила. Это уже неплохо. Еще бы научиться хорошо ездить. Да, а то в прошлый раз уже врезалась. Я еще вчера чуть не врезалась. Причем на автомобиле твоего отца. Он посидел меня за руль. И говорит, езжай. Оказывается, там было одностороннее движение. Я вышла на встречку. Слава богу, там водители быстро сориентировались и остановили. Потом твой отец такой говорит. Быстро на пассажирское сиденье. Я перебегаю машину. Но самое главное, ничего такого плохого не произошло. Как вкусно, Манты? Здесь селедка под шубой тебя положить. Давай. Давай я тебе дам мушку. Хорошо сообразила ты. Это мама приготовила. Мне кажется, это просто символ Нового года. Надо попробовать абсолютно все. Естественно, все съесть мы не сможем. Но попробовать. Ты собираешься до Нового года здесь сидеть? И доедать. То есть мне понравится, и я доем. Ну-ш, ну-ш. Короче, вот такая вот ситуация была с вашей машиной, когда мы вчера ехали за этим теликом. Они вообще могут сами доставить. Просто это происходит в течение 3-4 рабочих дней. Я подумала, скоро Новый год. Хочется Новый год с телевизором, какие-то передачи. Мама тоже была грустная. Вообще качество шикарное, если только смотрите. Да? Заценила ты? Да. Появились новые телевизоры. Они типа такие, как есть в «Железном человеке». На технологии. А, они дорогие, кстати. Да, и там вообще пиксели не видно. Это вообще очень дорогие телевизоры. Я там, кстати, как раз таки видела. Я не вижу смысла переплачивать. Я так часто не смотрю телевизоры. Это тоже купили впервые и скрутили до камина. Но, если вам понравится, я в прессе постоянно буду этот камин включать. Или разные задние планы. Интересно. Я ей говорю, купи хромакей и пусть там какие-то задние планы поставь из Ютуба. Нет же? Так не работает. А мне можно? Стол перетащить. Потом можно перетащить елку. И все с моей помощью. Я себе колено отдавила. Елкой. Эксплуатирование детского труда. Вообще, на самом деле, Альбина правильно говорит. Это все надо один раз делать, чтобы уже привыкнуть и постоянно с хромакеем работать. Я просто работаю дедовским способом. Вообще, у меня была такая идея красную скатерть или какую-то другую скатерть зеленого цвета. Говорю, простыня хотя бы есть у вас? А они отвечают, нет. Ничего нет. Ну, надо было купить новогоднюю скатерть. Ну, ничего. Так тоже нормально. Напишите в комментариях, как вам. Селедка под шубой очень вкусная. Мне вообще понравилось вот это. Ну, надо же селедку не успела тоесть, как уже, как бы, в следующем году. Десерт, там... Это не десерт, это закуска, да, вроде как, с чипсами? Я часто видела комментарии, где говорят, типа, вернее, свой старый формат. Ты собираешься это делать? Сейчас будут самые неудобные вопросы, которые вы всегда хотели мне задать. И он задаст сейчас Альбина. Какой старый формат? Ну, типа, где ты обсуждала историю подписчицы и что-то такое. Где я рисовала? Нет. Именно, что ты читала из телефона и потом обсуждала их с подписчицами. Ну, там я еще и рисовала на фоне. Не знаю, я просто не знаю, это интересно кому-то или нет. Просто мне кажется, не очень интересно. На Букбанках ты тоже так делала, помнишь? Сельским уйлетом рассказывала историю подписчикам. Можно, кстати. И говорил, как выбраться из этой ситуации. Знаешь, я такой себе советчик. Мне бы выбраться из жизненных ситуаций, которые у меня сложились. Потом уже советы раздавать. Ну, согласись. В комментариях тоже помогают. Ну да. Вот здесь я соглашусь. Когда я рассказываю истории подписчиков, в комментариях очень много кто пишет, какой-то жизненный опыт или еще что-то. Это реально помогает. Попробуй обязательно. Вот это очень вкусно. Я не знаю, что это, если бы мы знали, что это. Но мы не знаем, что это. Я говорю, что нам понравится, мы съедим в блоге. И, пожалуйста, это, а мне это не осталось. Вообще, Новый год предназначен, чтобы обжираться. А потом в январе эти килограммы скидывать. Почему-то мне происходит так. Я обжираюсь, а скидывать не скидываю. Почему ты похудела за последний год? Как ты похудела? Вообще шикарно. Это уже... Альбина за последний год очень изменилась. Я с 64-х или чего-то скинула на 56-57. 57? Да. Серьезно? Сейчас, пойдем, посмотрим. Я сейчас 54, но я хочу похудеть до 52. Одно время я была 52. Потом я набрала еще 2 килограмма, а сейчас вообще не получается похудеть, потому что мама постоянно требует, чтобы я ела. Каждые полчаса подходят, ты будешь кушать, ты будешь кушать. Мама считает, что идеальный вес для меня это 65 килограмм. А мне такое абсолютно не нравится. Вот для тебя, Альбина, идеальный вес это сколько? Еще 2 килограмма скину, вообще шикарно будет. Но ты и выше меня. Да. Но я тоже такой вес хочу. 54. Прикиньте, у меня такое ощущение, что вот буквально вчера Альбиночка вот так вот на ручках была. А сейчас Альбина раз и поднимает меня на ручки. Это говорит о том, насколько быстро летит время. Кстати говоря, интересный факт. Я единственный первый ребенок, который вырос на ее глазах. Да, кстати. Когда она переехала в Азербайджан, я родилась. И до сих пор мы с ней неразлучны. Да, единственный ребенок, который рос у меня на глазах. Я видела все стадии. Сначала было непринятие. Почему-то, когда Альбина была маленькая, она ко мне не шла. Вообще, Альбина ни к кому не шла, я так скажу. Только к маме. Когда она меня видела, начинала плакать. А потом стадия принятия. Альбина видела каких-то турецких актрис длинными волосами. И она тыкала в экран и говорила, Анур, Анур, помнишь? Потом уже потихоньку замкнулась себе. Альбина вообще не разговаривала со мной. Это был тот момент, период, в который мы в Ростов ехали, потом возвращались. А сейчас мы с Альбиной уже как подружки. Даже чехлы у нас одинаковые. ЛП. Просто для меня немножко удивительно. То, что буквально, не знаю, 10 лет назад, это был такой карапуз. А сейчас она выше меня, сильнее может влезать. Так что время быстро летит. Следующий вопрос, Альбина, который ты мне хочешь задать. Задавай. Секунду. Давайте по последнему мукбанкам. Рекламу просмотри. Да что ты пропускаешь? Я не пропускаю. Вкуснотища. Вот. Одна девочка пишет, что лично мне было бы интересно, если бы ты рассказал свои планы на 2023 год. И также все, что произошло в 2022 году из твоих планов. Не обращайте внимания, кошка разыгралась. Планы. Ну что насчет планов? Машину купила, квартиру купила. А еще одну не задумываешь? Хотелось бы, но больше хотелось бы найти любовь. Ладно, я шучу. Оно и так есть. Я. Да, есть любовь. Что бы я хотела в следующем году? И честно, я даже не знаю, чего бы я хотела. Я бы очень хотела золотую кнопку YouTube. Люба, я просто понимаю, что это нереально. То есть этого не получится сделать за год. Почему? Мистер Бист. А вот это идея. Золотую кнопку можно, говорит, купить. Мистер Бист, ну, американские блогеры, популярные. У него за 100 миллионов вышло. Он за год, он набирает 15-16 миллионов. Нереальная цифра. Или А4. Один из самых популярных на СНГ канал, да, в YouTube. Так вот, он на 3-4 миллиона каждый год. Он все больше и больше становится. Ты тоже сравнил. Ты видела его просто нутром? Это такой формат. Вот на бумажном канале можно набрать миллион подписчиков, но тоже не за год. Я за год набрала 200 тысяч. Почему? У некоторых мукбанкеров по несколько миллионов могу отправить их. Не мукбанкеров, это АСМР-блогеров. Ну, конечно, у кого-то, да. Просто я не верю, что у меня это будет, понимаешь? Но я мечтаю об этом. Будем надеяться на это. Это уже зарегистрировано на камере. Потом подписчик будет, смотрите, смеяться. О чем ты мечтаешь? Закончить школу. Залагать? У-у-у. Но это моя мечта. Нет, ну в этом году. О чем ты мечтаешь? Кстати, Альбина у нас отличница. Так, на минуточку. Я ей предлагала стать врачом. Пластическим хирургом. Потом сделать мне нос. Исправить все мои недостатки. Она не согласилась. Кем ты хочешь стать Альбином? Расскажи мне. Я инженером-рограммистом. Я еще писала эссенную эту тему. Почему? Объясняю. Первое. Почему? Потому что мне всегда легче давались такие именно точные науки. Такие науки, как биология, русский. Их я очень легко воспринимаю. Их очень легко учить. Но проблема в том, что они интересные для меня. Я больше люблю химию, математику, физику. Потому что там просто одна формула, учишь ее и по жизни пошел. Нет, я еще буквально неделю назад делала уроки. Сальбины. Я ей просто объяснила один пример. И она все упражнения сделала, просто опираясь на этот один пример. Так что ты молодец, конечно. На счет этого я очень устала в данный момент учить то, что мне буквально не понадобится в будущем. Например, что не понадобится? Это в будущем, типа, твой кругозор, ну, типа, он станет больше, но проблема в том, что, да, я это вижу. Но когда это все закончится? Например, мы учили проходить по изобразительному искусству Леонардо да Винчи. Я сама неплохо рисую. Мне должно нравиться. Лучше, чем он, да. Нет, но Леонардо да Винчи, я про него узнала, когда он родился, почему его картины на данный момент такие дорогие. Почему его картины на данный момент такие дорогие? Потому что он в своих картинах, например, у него в картинах очень давние картины, и там нарисован по физически, если такой чертеж, да, воспроизводительный, если я ничего не путаю, это два года назад я проходила. Если это, типа, на данный момент из этого, такой же, точно такой же чертеж практически делают вертолеты. Ну, типа, пропил. А сейчас сюда надо вот этот поворот. Поэтому я как-то уже устала все это учить. Я уже и сейчас набожралась. Мы продолжим кушать. А вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Как вам эстетика сегодняшнего дня? Мы, если вы заметили, оделись тоже очень похоже. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всех с наступающим Новым Годом. Желаем исполнения всех ваших заветных мечт. Всего вам и побольше. Подписывайтесь на канал. Да, обязательно подписывайтесь. Пока.